МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Да вот детство вспоминаю, видишь? И как получается? Нет, что-то не особо. Я думаю, что надо все-таки заняться делом. Пойдем писать сюжет, это у нас лучше получается. Да, это точно. Пойдем. Все мы родом из детства, а наши первые интересы и увлечения, пожалуй, самые любимые и, конечно, самые серьезные. При правильном подходе хобби нередко перерастает в дело всей жизни, приносит головокружительный успех или даже реальный доход. При правильном подходе, но ведь кто-то мучается с выбором профессии или даже просто занятия для души, годами не нашли свою формулу успеха. А существует ли она вообще? Клавишный виртуоз, обладатель самых быстрых рук Тамбова, Сергей Волков. Он еще маленький человек с уже внушительным прошлым и большим будущим. За несколько лет обучения в музыкальной школе неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов, добился успехов и как концертный исполнитель. Теперь в копилке достижений Сережи Волкова участие в шоу «Лучше всех» и совместное выступление с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония», о чем еще можно мечтать в 8 лет. Позвонили, сказали, что как ваш ребенок общается, он может общаться. И мы начали, там мама вскочила и сказала, поздравляю тебя, ты лучше всех. И мы начали готовиться. Третьяковская галерея – святыня для всех неравнодушных к искусству людей. Выставленные там работы стали не просто шедеврами, они дали жизнь новым направлениям в живописи. Теперь среди полотен Малевича и Кандинского картина 13-летнего Влада Винокурова. Он вошел в число 20 победителей творческого проекта «Поколение М». Ошеломляющее счастье – так называется картина Влада с изображением лошади в необычной технике авангарда «Лучизм», которую высоко оценили жуи федерального конкурса. Это просто моя любимая лошадь, но получил собирательный образ, потому что только в реалистической живописи можно изобразить кого-то конкретно. Мы делали картину не сразу своей какой-то необычной новой идеей, а все-таки сразу так по образцу, но при этом модернизируя его в свою сторону. То есть это как бы новое, основанное на старом. Для него кролики не только ценный мех, но и успешный бизнес. Почти за 6 лет небольшое увлечение переросло в успешное дело, и сегодня 17-летний Никита Латенко – один из самых уважаемых кролиководов страны. Его профиль – племенное разведение элитных пород кроликов. Сейчас поголовье составляет около 80 особей. За этими белыми и пушистыми охотятся покупатели из разных уголков России, Казахстана и Узбекистана. Это бельгийский великан, зовут Сережка. 9-10 килограмм где-то весит кролики. И уши, в общем, у них до 23 сантиметров. Вообще я за 6 лет кроликов как мясо не употреблял, и как бы не собираюсь употреблять. В общем, друзей я не ел. Не так давно команда «Гордые тюлени» вернулась из Москвы. На международном конкурсе детских инженерных работ Арина Сафонова и Александр Алпатов представили свой способ управления дроном, который основан на методе координат. Оба учатся в 10-м классе, а практически все свободное время проводят в детском технопарке «Кванториум». Оба точно знают, что станут профессиональными программистами. В этот микрокомпьютер будет зашита программа, которая позволяет управлять им с помощью голоса. То есть мы даем ему голосовую команду, он ее считывает, анализирует и действует по ней. То есть говорим ему «Феликс взлетел», он взлетает. «Феликс вперед, летит вперед». Если говорить проще, то это все его мозги и центр управления. Он родился в семье музыкантов. Его творческий путь был предрешен. За инструментом Сергей преображается. Когда начинает перебирать клавиши, то становится уверенным и свободным, как настоящий артист. В этот момент кроме музыки для него никто не существует. Сегодня юный виртуоз раскрывается и как композитор. Мы сначала думали, это баловство. Потом вот он все больше и больше сам, сам. Так как они находятся в музыкальной все время школе вместе с нами, естественно, он знал уже репертуар всех деток, которых я сама учила, видел, слышал. И постепенно как-то я заметила, что он очень хорошо играет, у него очень удобный игровой аппарат, и ему самому нравится. Как будет складываться судьба юного музыканта, неизвестно. Но даже если Сергей в дальнейшем выберет другую профессию музыка, обязательно поможет ему стать гармоничным человеком. Сейчас музыкант готовит новую программу. Задача наставников – помочь продолжать развиваться. Нужно нарабатывать технику и репертуар. Все дети разные, но у каждого своя жилка и способности, и таланта. У Сергея это больше талант, конечно, и эстетическое образование, которое ему дают его родители, это большое значение, конечно же, имеет. А как распознать? Но ребенок расцветает с первых же уроков, и это видно. Он встретился с мечтой, когда гостил у друга семьи – кроликовода. С раннего детства любил собак, ухаживал за курами и свиньями у бабушки в деревне. А вот информацию о кроликах пришлось собирать по крупицам, на тематических форумах и в переписках с именитыми кролиководами. Прошло шесть лет, и у Никиты получилось сделать любимое дело прибыльным. В свои 17 он никак не зависит от родителей. Недавно приобрел на средства, вырученные от продажи кроликов, новый смартфон. Он не похож на большинство своих сверстников. На его страничке в соцсетях фотографии питомцев, а прогулкам с друзьями он чаще всего предпочитает общение со старшими коллегами. Первоначально было, скорее всего, да, такое, как бы, так, мелкое увлечение, такое, ну, заработок, который может прям все, вот, но потом, как бы, все нарастало больше и больше, вот, ну, и сейчас я даже, как бы, не испытываю к этому такого удовольствия, от того, чтобы получить денег, вот. Мне главное, чтобы, в общем, вот, съездить куда-нибудь на выставку, оценить кролик, увидеть то, что есть результат, что там можно и нужно идти дальше и к чему-то стремиться. Развиваться, увеличить количество поголов, чтобы кролики были в наличии всегда, потому что и бывают такие моменты, вот сейчас, нужны кролики на продажу, люди спрашивают, вот, нечего продать, как бы себя ставил племеновый материал. Сегодня он студент первого курса Мичуринского аграрного университета. Выбрал для себя программу с агроинженерным уклоном. Заветная мечта Никиты – возглавить собственную кролиководческую ферму. И, кажется, для ее осуществления у парня уже все есть. В том, что и эти ребята уже точно не свернут с намеченного пути, никто не сомневается. Их разработки уже оценили на конкурсе «Ученые будущего» при МГУ. Начинание десятиклассников одобрили участники Хакатона в Москве. Это такой форум для специалистов в области программного обеспечения. А первый этап Всероссийской квантериады дал старт новым проектам юных компьютерных гениев. В три года появился компьютер. И я лично это помню, как я сидел в первые игры, играл. И мне всегда с детства нравились компьютеры. То есть мой путь уже был давно предначертан. Я, конечно, не знал то, что буду программистом, но я точно знал то, что будет работа на путь с компьютерами. Меня никто не подталкивал, потому что особо у меня программистов нету знакомых. Та же знакомых, если только вот здесь в конторе у меня. И появилось это все спонтанно. То есть родители говорили, может быть, ты станешь программистом. Я говорю, а кто это? Кто это вообще? Что это за люди? И для меня это в первое время показалось, что это человек, который обучает компьютеры делать что-то. И делать что-то полезное. То есть я могу написать программу, она кому-то будет очень нужна. И вот эта вот помощь, так скажем, миру – это круто. Выходит, что участие Саши в профильных конкурсах и олимпиадах, в общем-то, оправдано. А вот женственная Арина с паяльником в руках, согласитесь, выглядит довольно экзотично. И пусть даже вне кванториума разделить интересы ей не с кем, девушка, не оглядываясь на стереотипы, идет к своей мечте. Я расскажу, они послушают такие… Сейчас все сложно. Давайте дальше. Сначала было вообще непонятно, кто я. Потом как-то меня все начали считать гуманитарем, я не знаю с чего. И потом собирались в медицинский отправить, то на переводчика отправить. И в восьмом классе я такая взяла, всех обескураживала просто фразой «я буду программистом». Каждый рано или поздно замечает, к чему ему больше всего тянет, что у него лучше всего получается. Это все складывается, суммируется, обрабатывается. Делает из этого вывод и смотрит. Ага, мне подходит вот это, вот это, вот это. А почему бы там не попробовать? И идет потихоньку по каждой ступеньке. Так в конце концов и находит. Драм-кружок, кружок по фото. Кажется, эти строки посвящены ему. Владислав Винокуров живет и творит в Котовске. Сегодня, сразу после уроков, он отправляется в художественную студию «Этюд». Также в его расписании занятия английским, музыкальная школа и верховая езда. Он не стремится успеть все и сразу, берется только за то дело, к которому лежит душа. А она просит постоянного движения вперед и творческого развития. Студия сегодня на первом месте. В планах Влада стать профессиональным художником. На этом поприще он стремится к идеалу. В качестве эталона для него выступает творчество Ивана Шишкина. Реалистическая живопись, профиль работы студии и излюбленный стиль юного дарования. Немного смущаясь, он признается, что работа, представленная в «Третьей Ковке», не совсем то, что ему хотелось бы сказать о себе миру. Если говорить так и правда, то если бы в нашем стиле было, то было бы куда лучше. Тут, скажем так, фартамон. Победа в престижном конкурсе и возможность представить картину в главной галерее страны. В 13 лет удачное стечение обстоятельств. Талантливые работы и успешные перспективы – заслуга руководителя студии «Этюд». Звездная болезнь Владу точно не грозит. Когда в первом классе у нас был ИЗО, то я не мог линии прямой провести. И вот все время из-за этого унижения. У каждого свой толчок, когда-то был. У кого-то просто художник классно пишет, почему бы мне нужно начать. У каждого свою штуку. Да я не знаю дальше. Лувр – это, скажем так, вещи второстепенные. Это уже производные от мастерства и достижения какой-то цели. Лувра, если ты будешь, допустим, там великолепно писать, то, в принципе, он тебя ждет. Тут, скорее, стоит вопрос добить цели, а Лувр, там Татьяковская галерея – это уже все само собой приходящее. У каждого из них свои приоритеты, конкретные задачи и разные возможности. Для кого-то стимулом развиваться стало подражание образу кумира, совет родителей, для кого-то талант наставника, собственный врожденный талант или возникший неуемный интерес к той или иной сфере деятельности. Стремление во что бы то ни стало поддерживать, развивать этот только что зародившийся огонек любопытства в душе, пожалуй, единственное, что их объединяет – кропотливая работа над собой и своим талантом, умение не обращать внимания на трудности и порой обиды – то, что стоит за поразительными результатами и, как итог, ошеломляющим счастьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok